Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В операционной системе Windows 10 в скором времени появится поддержка любых Linux приложений, даже с графическим интерфейсом. Подсистема Linux Windows была представлена еще в 2016 году. Она поддерживает приложения выборочно, медленно и все это происходит в консоли. Компания Microsoft заявила о выходе обновления VSL2, который обеспечивает запуск приложений Linux с графическим интерфейсом и аппаратным ускорением. Пока же Microsoft Store доступны версии с консольным интерфейсом в виде терминала Ubuntu, Kali Linux, Suse Linux и даже Debian. Также в Store уже доступен новый терминал – это новое единое пространство, откуда пользователь может получить доступ к традиционной командной строке средству PowerShell и под системой Windows Subsystem for Linux. Далее в видео я покажу как это все установить, запустить и настроить, а также покажу что из себя представляет новый терминал. Чтобы можно было пользоваться подсистемой Linux в операционной системе Windows 10 нужно включить ее в настройках. Для этого открываем панель управления, программы и компоненты, включение или отключение компонентов Windows. В открывшемся к ней компонентов нужно установить отметку напротив под система Windows для Linux. ОК. После этого компьютер перезагрузится. Далее открываем меню Пуск и запускаем Microsoft Store. В поиске пишем Linux. Устанавливаем нужную версию. После установки ярлык появится в меню Пуск. Жмем здесь Запустить. В программе нужно некоторое время на установку. При первом запуске систему нужно будет настроить, указать имя суперпользователя и пароль. Вводим еще раз наш пароль. Подсистема установлена. Данная функция будет особо полезна для различных разработчиков и администраторов. Эта подсистема представляет возможность пользоваться специфическими приложениями доступными только на этой системе. Для удобного использования системы ее нужно настроить. Внесем в папке реестр, чтобы из любой папки, к примеру из папки с вашим проектом, вы смогли запустить окно bash, чтобы не прописывать путь папки. Удобно не правда ли? Для этого нужно скачать reg-файл и запустить его у себя на ПК. Ссылку на файл я оставлю в описании под видео. Для проверки можете открыть и посмотреть какие изменения вносит данный файл. Правой кнопкой мыши изменить. Запускаем и соглашаемся на внесенные изменения, после чего эта функция появится в контекстном меню проводника и вы сможете запустить bash из любой папки. После нужно будет настроить сам bash, а именно установить окружение для подсистемы, набор утилит для работы с гауп или джекел. К примеру установим screenfetch apt install screenfetch. Вот наша подсистема Ubuntu версия 20.04, bash, mc здесь тоже работает. Опять install mc, mc здесь можно посмотреть файлы, папки и системы, в mnt будут наши диски. Как я уже говорил здесь есть разные версии. Если вы системный администратор или инженер по безопасности нужно проверить сеть на уязвимость и так далее, вот Kali Linux. Или если вы пользуетесь OpenSUSE вот есть версия Sule. Также можно установить новый терминал, вы легко найдете его в Store. Новый терминал Windows стал более стабильным, его дополнили новыми функциями. Появилась возможность открывать несколько вкладок. Чтобы открыть новую вкладку после запуска терминала нажмите плюс на панели вкладок или сочетание клавиш Ctrl Shift плюс T. Для перемещения между вкладками можно использовать уже знакомое сочетание клавиш Ctrl Tab для переключения на вкладку справа и Ctrl Shift плюс Tab для переключения на вкладку слева. Ctrl Shift плюс W закрой текущую вкладку. Вкладки можно перетаскивать и менять их порядок. По умолчанию терминал открывает вкладку PowerShell, но помимо него он поддерживает и другие оболочки. Если нажать по стрелке вниз вы увидите что можно еще открыть командную строку Ubuntu и Azure Cloud Shell. В новом терминале даже доступны эмодзи. Просто скопируйте и вставьте его сюда. Доступно масштабирование текста. Для увеличения и уменьшения зажимаем клавишу Ctrl и вращаем колесиком мышки. А зажав клавиши Ctrl Shift и прокрутив колесиком мышки меняется прозрачность фона окна терминала. Также в терминале есть настраиваемые параметры, которые можно изменить внеся правки файл json. Чтобы открыть его кликните по стрелке и выберите параметры. Здесь доступны следующие параметры настройка привязки клавиш, цветовые схемы, профили, пользовательские фоны и выбор профиля по умолчанию. На сайте Microsoft есть детальное руководство по редактированию файла настроек json, а также список всех параметров, которые можно изменить. Ссылку я оставлю в описании. Благодаря Windows терминал пользователям Windows появилось множество опций, которые были доступны в операционных системах Mac и Linux. А подсистема Linux в операционной системе Windows 10 облегчит работу веб-разработчикам и администраторам Unix серверов, которым приходится работать в Windows. И если к примеру нужен баш или дополнительный функционал Unix и подобных операционных систем можно установить эту подсистему и не нужно будет устанавливать Linux и использовать Dual Boot. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok